Вода в электрощитке – это следствие коммунальной аварии. Подвал дома с ноября прошлого года затоплен. Горячая вода в перемешку с канализационными отходами вызывают испарение. Этот тихий враг ворвался в быт людей с сопутствующим запахом, грибком и влажностью. По словам жителей, проблема эта давняя. Ей уже не один десяток лет. Подвал затапливает регулярно. Надоедливый смердящий пар терзает жителей всего дома. Это каждый год одно и то же. Я не знаю. Ничего никому не надо. Здесь нужно кругом менять трубы. Видите, открыто. Потому что там дышать. Кругом открывают, чтобы хотя бы воздух какой-то был. Чтобы было немножко дышать чем-то. 29 ноября жители в очередной раз почувствовали зловонные испарения. Сразу же обратились к коммунальщикам. На место даже проезжала комиссия. Но проблему почему-то не решили до сих пор. Разбирались полтора месяца. 20 января 2023 года была комиссия. Управляющая компания, СКС, представители ПТС и администрация. Пообещали, что администрация возьмёт на контроль. Из 20 числа. Вчера было вот 9 дней, как они были. Сегодня 10 уже. То есть никаких сроков они ничего? Никаких ничего. Беспокоят жителей и состояние подъездов. Из-под обвалившейся штукатурки проглядывается кирпичная кладка. Люди опасаются, что куски бетона начнут сыпаться им на головы. Говорят, в некоторых местах того и гляди, провалится пол. При этом обитателей этого дома никто не освобождал от оплаты коммунальных платежей. Жильцы надеются, что ответственные организации помогут им решить проблемы. Никита Галочкин, Олег Галочкин и СТВ